здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу рассказать о новой ноте которая предлагается и сейчас она только-только вот будет запущена буквально послезавтра насколько я понимаю 11 июля сразу хочу сказать что эта нота предназначена для квалифицированных инвесторов но остальные могут посмотреть к чему стремиться эта нота называется антициклическая на акции антициклических компаний что это такое но сейчас все очень активно говорят о том что ожидается циклический кризис скоро будет спад и что делать куда инвестировать какие акции будут при этом расти куда вообще можно инвестировать так вот данная нота дает сейчас скажу сколько она выпускается в двух экземплярах в двух вариантах до 17 процентов годовых возможно ее открытие в рублях или в долларах ежеквартальные наблюдения на три года условная защита от снижения цены базовых активов и базовый актив отобран на основе рыночной экспертизы это понятно вот и так в долларах срок три года валюта доллары минимальная сумма инвестирования 10 тысяч долларов площадка оформления фондовый рынок global то есть это будет какой-то крупный международная инвестиционная компания вот ставка купона 13 14 процентов годовых пока не определена 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 будет после запуска периодичность купонных выплат ежеквартально защитный барьер 60 процентов что это значит это значит что если но то прожила четыре три года и соответственно через три года окажется что самый худший из активов которые входят в эту ноту упал ниже чем 60 процентов то вы получите деньги это риском не деньги а вы получите акции они деньги акции самой худшей компании по первоначальной цене вот но что есть хороший купонный барьер 60 процентов что это значит значит что если ни одна из этих компаний не упала ниже чем 60 процентов от первоначальной цены то вы получите купон очередной который вот вот такой барьер отзыва 100 процентов и падает на 2 процентов квартал стоимость акции первоначальная стоимость это стоимость акции каждого из базовых активов на момент покупки опциона второй вариант то же самое только в рублях срок 3 года рубли минимальная сумма инвестирования 1 миллион рублей вот ежеквартально но ставка купона 16 17 процентов годовых а в рублях то она значительно интересней да вот но с другой стороны в рублях и инфляции немножечко больше хотя кто и знает какая инфляция будет в течение ближайших трех лет в долларах вот собственно говоря все остальные параметры точно такие же вот итак давайте приступим уже к рассмотрению что за компании входит в состав этой ноты еще раз повторяю это для квалифицированных инвесторов вот первая компания которая входит сенчерилинг ну чуть позже про нее сказать обзор всех этих активов вторая келлог компани третий анхойзер буш это пивоваренная компания и энд бридж инкорпорейтед четвертая компания всего 4 компании входят в корзину данного актива и так давайте смотрим что такое сенчерилинг и почему она называется антициклическая и так сенчерилинг вот есть параметры этой компании и давайте я немножечко увеличу я еще немножечко увеличу вот так вот динамика акции сенчерилинг смотрите целевая цена вот она защитный барьер вот он это ну ниже чего она может опуститься аналитики ожидают что она поднимется почему потому что она сейчас на минимумах то есть все росло а эти акции падали и значит если они так сильно падали то значит соответственно они должны вырасти вот такой расчет текущая цена 10 77 доллара рыночная капитализация 11 миллиардов 743 доллара бета против индекса s&p 500 вот 1 26 это насколько он опережает индекс s&p 500 и волатильность за год 40 процентов за год но значит это что если она на минимуме то еще на 40 процентов вряд ли упадет вот так я понимаю вот потенциальная доходность доходность целевая цена по мнению 17 аналитиков ведущих это ведущие мировые аналитики там из бунберга вот целевая цена 17 а 17 аналитиков 18 долларов то есть потенциальная доходность 67 процентов доходности годовых очевидно рекомендации бай покупать 17 и 6 процентов аналитиков рекомендации держать 70 процентов аналитиков говорят эти акции не надо продавать надо держать и рекомендации сл 11 8 это по мнению агентства bloomberg вот ну и давайте посмотрим что это такое century link является интегрированной телекоммуникационной компании предоставляя услуги связи включая проводную и беспроводную связь широкополосный интернет облачный хостинг видеосервис и другие смежные услуги компания предоставляет свои услуги для частных и корпоративных клиентов а также для государственных учреждений century link является одной из крупнейших проводной коммуникации компании в сша примерно 450 тысяч миль оптоволоконного кабеля ведет свою компанию в двух деятельность двух сегментах бизнес клиентов и потребительский клиент около 25 процентов выручки которая обслуживает частных клиентов century link также является оператором подводных оптоволоконных кабелей который соединяет северную америку южную америку европу и страны азиатско-тихоокеанского региона свою деятельность компания осуществляет примерно около 60 стран мира стратегия компании заключается в дальнейшем развитии основного бизнеса за счет совмещения своих услуг с новыми технологиями такими как интернет вещей ну то что ожидается вот 5g и так далее интернет вещей сейчас на очень активно но скорее всего это будет стриминговое видео и 5g потребительском сегменте ставится залача задача улучшить качество услуг связи обеспечивая доступ к широкополосному интернету большему числу клиентов также предпринимать шаги для снижения высокой долговой нагрузки с точки зрения цикличности компания в сегменте услуг связи могут быть обладать могут обладать более высокой стабильностью по отношению к колебаниям экономики но основными рисками для компании является развитие новых технологий которые приводят на смену проводных сетей а также высокая долговая нагрузка которая ограничивает возможности развития для компании следующая компания келлог вы видите тикер вы можете посмотреть на графике этой компании сами значит тикер у сэнши линк ctln юн видите вот келлог но келлог выпускает широкую линейку сухих завтраков хеллогс крекеры вафель злаковых продуктов и других снеков предприятие компании находится в 17 странах мира а ее продукции распространяется более чем в 180 странах мира ну куда бы вы не приехали вы всегда найдете вот эти вот сухие завтраки хеллогс которые можно приобрести и и и я их покупал точно совершенно вот ну хлопья и хлопья чё сказать вот основной рынка сбыта является сэша где генерируется около 64 процентов выручки но они любят похрустеть вот примерно 18 процентов выручки приходится на европу а 11 процентов на азиатский регион и 7 процентов на стран латинской америки компания выпускает продукцию с хорошо известными брендами включая келлогс корнфлейкс фростед флейкс фрут лупс спешил кей принглс все знают принглс киблер чизит эго нутри грейн и другие а работает над снижением расходов и адаптируется к изменениям во вкусах потребителей компания отвечает на запрос более здорового питания с меньшим содержанием сахара предлагается более больше низкокалорийной продукции и продуктов не содержащих гмо менеджмент надеется что позволят инициативу их обеспечить вас в будущем компания менее подвержена влиянию экономических циклов так как потребители продукции келлогс в меньшей степени меняют свои привычки в зависимости от состояния экономики и доходов следующая компания ну про нее я уже неоднократно говорил в своих видео анхойзер буш пивоваренная компания международная пивоваренная корпорация один из крупнейших в мире производителей пива после слияния с компанией саб миллер в 2016 году портфель компании содержит более двухсот брендов пива в том числе пять из топ десяти всемирно известных брендов и восемнадцать с продажами более одного миллиарда долларов в 2016 году продажи компании пятьсот миллионов гектолитров ключевые бренды в портфеле это Budweiser Corona Stella Artois и Hergarden вот ну я думаю что вы знаете эти сорта пива анхойзер буш с наиболее сильными позициями среди аналогов потребительского сектора анхойзер буш занимает доминирующую ролью на рынке Бразилии и контролирует порядка 50 процентов рынка США источники конкурентного преимущества это лидерство по издержкам производства и узнаваемость бренда эффект масштаба позволяет закупать пивоваренное сырье у локальных производителей по более выгодным ценам ну соответственно вот так следующая компания которую я не очень знаю хорошо Enbridge инкорпорейтед текущая цена выручка рекомендации держать покупать 70 процентов рекомендации держать 29 процентов потенциальная доходность просто акции компании 42 процента Enbridge это оператор сети трубопроводов нет я о ней уже говорил для сырой нефти и нефтепродуктов и природного газа основные активы компании сосредоточены в США и Канаде штаб-квартира находится в городе Калгари судя по всему Канада компания владеет одной из самых протяженных сетей трубопроводов в Северной Америке инфраструктура включает в себя более 5000 км трубопроводов в том числе на участке Canadian Main Line 2300 км и Lakehead System 3000 км в США с общей пропускной способностью и так далее компания прошла пик инвестиционной активности в 2017 2018 годах и текущая структура капитала выглядит достаточно защищенной но я хочу сказать что цены на транспортировку нефти за которые она и получает они фиксированы они не зависят от того сколько нефть стоит сколько бы она не стоила ее все равно надо качать по трубам и поэтому трубы есть они лежат компания совершенно стабильно получает доход поэтому значит инвестиционный цикл завершился давайте посмотрим рекомендации рекомендации покупать 70 процентов рекомендации держать 20 процентов да ее просто можно купить вот энд бридж ну соответственно расчеты проводились при стоимости базовых активов вот таких они могут измениться 64 61 рублей за доллар и значит соответственно вот так ну собственно говоря что еще можно добавить то что для того чтобы открыть данную ноту то необходимо обратиться к брокеру открытия чем быстрее тем лучше если у вас есть статус квалифицированного инвестора и открыть данную ноту для того чтобы получать ежеквартально купоны ну при условии естественно соблюдения выполнения вот этих вот условий по выплате купона вот я надеюсь это видео будет полезно это видео еще раз для квалифицированных инвесторов поставьте пожалуйста лайк подписочка с вас и до встречи спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий до встречи